Дмитрий Рогозин 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 Чему посвятил даже целый видеоблог на Ютьюбе. Вот это Рогозин едет по заснеженным дорогам Брюсселя и рассказывает о преимуществах скоростных европейских поездов. Это вот так вот. Нам надо тоже такие поезда с нашими-то расстояниями развивать. Сел и через какое-то время уже вышел где-нибудь в Казани или в Рязани. А это Дмитрий Рогозин на рождественской ярмарке во французском Лиле. Ну что хочу сказать. Вот уже начинает темнеть в этом городе. Зима все-таки. Но чем хороша Бельгия? Тем, что она маленькая, комфортная страна. Сто километров вот уже Франция. В другую сторону сто километров Германия. Еще сто километров Голландия. Чуть подальше Люксембург. В 2009 году в разгар своей службы в Брюсселе Рогозин опубликовал в журнале European Voice колонку «Новое похищение Европы». В ней он написал, что Россия является и всегда останется европейским государством, представляющим восточный вектор политического и культурного развития Европы. И что Россия и ЕС это два конца нити, соединяющие европейский континент. Через год в журнале France Forum вышла статья Рогозина «Россия – крупнейшая часть Европы и последняя ее надежда». В ней автор говорит о том, что Россия – это настоящая исконная Европа. И вот 10 мая этого года Дмитрий Рогозин уже в Твиттере комментирует победу певицы из Австрии на Евровидение. Кстати, жена Дмитрия Рогозина, Татьяна, тоже певица. Именно она часто становилась украшением чинных приемов, которые Рогозин любил устраивать в своем доме в Брюсселе. Татьяна сначала пела, а по окончании вечера гостям раздавали диски, дарили диски с ее песнями. На одну из них, авторскую англоязычную «Stay forever», «Останьте навсегда», даже снят клип. В заключение я предлагаю послушать и посмотреть небольшой его кусок. Ну а пока...